Лучшие умы планеты сейчас работают на тем, как сделать так, чтобы подростки пили еще больше алкоголь. Задача алкогольных корпораций – снизить порог вхождения молодежи в потребление алкоголя, чтобы молодые люди, сами того не осознавая, попали в наркотическую зависимость и всю свою жизнь приносили прибыль производителям спиртного. В гугле забейте, что такое продукт-плейсмент, получите четкий ответ на этот вопрос. Пишем, да? Наше расследование мы бы хотели начать с одного примера. Представьте, что в свободной продаже появился некий товар, при употреблении которого может наступить смерть. Он вызывает зависимость. Под воздействием него люди совершают преступления, самоубийства. И при этом он спокойно бы продавался в продуктовых магазинах. Существует ли безопасная доза алкоголя для человека? Ну, я думаю, да, как раз вот бокал вина, либо в день, либо в два. Существует ли безопасная доза алкоголя для человека? Существует. А какая? Ну, не знаю, полбутылки вина красного сухого. Существует ли безопасная доза алкоголя для человека? Конечно. А какая? Ну, не знаю, 0,5. Ну, 100 грамм. Не знаю, наверное, бутылку. 0,5 пива. Румки. 2, 3. Опрос показал. Большинство людей считают, что если пить в меру, то алкоголь не вреден. Мы решили провести еще один опрос. КОНЕЦ Даша, ты знаешь о проблеме алкоголя не понаслышке. Вот как вообще алкоголь повлиял на твою жизнь, и как он изменил жизнь твоих близких и родных? Ну, на мою жизнь он повлиял, что из алкоголя у меня не было родителей. То есть мама пила, была на тусовках, и однажды из-за такого погибла. То есть какой-то пьяный водитель просто ее сбил. Отец из алкоголя, в принципе, просто не появлялся в моей жизни. Ему было вообще все равно, что у него есть дочь. Да и сейчас, когда мы видимся, он очень редко бывает трезвым. В каком возрасте ты попал в детский этап? В 5-6 лет. Ну, наверное, это началось где-то в моем возрасте, когда мне было 7 лет. Алкоголь появился в жизни моих родителей. И сначала он появлялся постепенно. То есть по праздникам, дни рождения, Новый год. Но потом с каждым разом он увеличивался. То есть и у нас получался запой у родителей. Недельный, потом месячный. Потом после этого появлялись драки между родителями. Потому что один родитель мог как бы выйти из запоя, а другой не мог. Все закончилось тем, что мама поняла, что не может справиться с своим алкоголизмом. И она покончила жизнь самоубийством. И я осталась жить с отцом. Но потом мы его лишили родительских прав. А меня отправили в детский дом, потому что после смерти матери он стал пить еще больше. Сколько, допустим, из твоих друзей, которые были в детском доме, они попали именно из-за алкоголя в детский дом? Ну, именно из-за того, что родители лишили родительских прав из алкоголя. Да, из-за алкоголя, да. Процентов 80, может, 85. Ну, то есть большая часть. Ну, если рассматривать и 100%, я думаю, что где-то 98. Потому что многие дети мне приходили и рассказывали свои истории о том, как их сбивали родители, о том, как их лишили родительских прав, о том, как их били до полупосинения. То есть как родители уходили куда-то на сутки, на недели, пропадали им, нечего было есть. Более 80% детей-сирот, находящихся на попечении государства, это результат родителей алкоголиков. И никто сразу алкоголиком не стал. Зависимость формируется, толерантность растет, человек может выпить все больше и больше. Он считает, что он такой прокаченный, крепкий, правильный, а на самом деле в это время формируется болезнь. То, что у тебя пропал рвотный рефлекс, это очень плохо, это защитная реакция организма на яд. Как видим, с мерой употребления что-то не так. Давайте посмотрим, что вообще такое алкоголь. В первую очередь нужно сказать, что алкоголь, спирт этиловый, этанол и спирт винный – это название синонимы одного и того же вещества с химической формулой С2Н5ОН. Большая советская энциклопедия. Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного ряда. Курс лекции по судебной медицине. Большая медицинская энциклопедия. На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей. Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что в самых разных исследованиях алкоголь занимает верхние строчки. Алкоголь, конечно, наркотик. Но разные страны по-разному относятся к признанию этого факта, де юра и де факто. В мусульманских странах алкоголь – это наркотик, а в европейских странах – нет. На самом деле все люди, кого лишили родительских прав из-за алкоголя, кто умер по причине алкоголя или попал в тюрьму из-за его употребления, как раз и начинали пить понемногу, как говорят, в меру. И никто, начиная потреблять спиртное, не собирался становиться алкоголиком. Алкоголиком человека делает сам наркотик – этиловый спирт, входящий в состав всех алкогольных изделий. Кстати, одна из главных задач алкогольных корпораций как раз в том, чтобы убедить людей, что есть якобы безопасная доза алкоголя. И для этого они используют любую ложь и манипуляцию. Например, скрытая реклама в кино и на телевидении. Давайте посмотрим, как в прямом эфире у рэпера Тимати спросили, почему ты в своих клипах используешь алкоголь, если ты сам не пьешь? Вопрос мне подсказывает, был такой, почему ты используешь в клипах шампанское и алкоголь, если ты не пьешь на самом деле? Ну, вопрос очень понятный и понятный ответ. Есть такая вещь, как продукт-плейсмент. В гугле забейте, что такое продукт-плейсмент, получите четкий ответ на этот вопрос. Если набрать в поисковике «продакт-плейсмент», то мы увидим, что это прием неявной скрытой рекламы. Сейчас вы видите на столе. Это чистый продукт, это все знают. Это продукт-плейсмент. Проводили исследование и выяснили, что люди, когда видят рекламу, прямую рекламу баннера на сайте, они даже игнорируют и не смотрят на эти баннеры, потому что понимают, что там реклама. С продукт-плейсментом такого не получается. Когда ты смотришь на своего персонажа, ты смотришь, что у него в руке, куда он это наливает, ты, естественно, фокусируешь внимание и на персонажа, и на этот продукт, к которому притягивается внимание. Поэтому продукт-плейсмент работает неосознанно. Получается следующее. Для того, чтобы рекламировать алкоголь, начали встраивать его потребление внутрь какого-то контента, который потребляют подростки. Вот, например, клип Тимати, где марка известного пива появляется не реже, чем сам певец. Красивые девушки, дорогая обстановка и алкоголь. Простая, но действенная манипуляция. Подросткам внушается. Хочешь быть успешным? Пей. В гугле забейте, что такое продукт-плейсмент, получите четкий ответ на этот вопрос. Заметим, что сам Тимати вообще не употребляет алкоголь уже более 17 лет. Есть танцы, которые, когда напиваются, они про политику говорят. А Алишер, когда напивается, он подписчик. Вот поэтому я не пью. Алишер, вот у тебя замечательный пример. 17 лет. Что, я все прослушаю, ребята? Я трезвый. А, 17 лет. 17 лет. Нет, ну прям вообще никак. Вообще ничего. Обалдеть. Другой известный рэпер Моргенштерн тоже активно рекламирует алкоголь в своих клипах. Например, в совместном клипе Моргенштерна и Тимати рекламируется водка, а в конце клипа выходит надпись. Мы заработали на этом клипе до его выхода 50 миллионов рублей. Причем сам Моргенштерн, не скрывая, рассказывает про это видео. В конце «Проблема» написано, что еще до публикации этого ролика вы заработали 50 мультов рублей. Ага. Это как? Смотри, «Чебу пели», трек в Сочи. Он тоже там рекламный, очевидный. А что еще там? Водочка. Водочка. Вот очень хороший пример. Многие помнят Джеймса Бонда. Все мужчины, которые смотрят на этого героя, они хотят быть такими же классными, как Джеймс Бонд. Что он делает, когда ему грустно? Он садится в бар и начинает пить. Понимаешь, да? То есть фактически через образ главного героя, через образ вот этой мужской силы, к нему приклеивается с другой стороны еще, если ты хочешь быть крутым мужиком, бухай пиво. Например, за глоток пива в фильме про Джеймса Бонда «Скайфолл» пивоваренная компания «Хайникин» заплатила 45 миллионов долларов. Люди копируют поведение своих героев, не замечая, что становятся жертвами манипуляций производителя алкоголя. В итоге неосознанно зритель начинает воспринимать алкоголь как некую неотъемлемую часть своей жизни. Поэтому клипы будут клепать, алкоголь там будут рекламировать, пока и это не запретят. Или бы пока люди не начнут осознанно к этому подходить и понимать, что сейчас происходит и что показывают в кадре. Но это же сложнее. Тут нужно думать. Конечно, сегодня манипуляция молодежью происходит все больше через социальные сети. И покупка блогеров, скрытая реклама у них – это отдельный способ навязывания моды на употребление алкоголя. Это может быть ролик о выборе вина в конкретном магазине. Или рассказ об особенностях конкретной марки. Пост в Инстаграме. Ролик в Ютьюбе или другой соцсети. Причем нередко алкоголь рекламируют те, кто сами его не употребляют. Нет, я вообще не пью алкоголь. Алкогольные напитки совсем не пью. Не курю, не пью, но тоже об этом стараюсь нигде не говорить. Манипуляция может быть скрыта в интервью или передаче. Мы будем на троих сообращать. Но задумываются ли о последствиях те, кто берет деньги за такую пропаганду этого наркотического вещества. Все это ради высочайшего качества. Восьмилетние виски с двойной выдержкой. Вот и виски тоже выдерживают в бочках дважды. Потому что дважды – однозначно лучше. Везде пишут трижды перегнанная водка или трижды перегнанный спирт. Цена взлетает сразу на 300%. Потому что это чистая водка, вам пишут. А вы должны читать – это чистый яд. По данным Роспотребнадзора, в России алкоголь приводит к преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона человек ежегодно. Одним из способов внушить людям заблуждение о якобы безвредности умеренного потребления алкоголя являются заказные псевдонаучные статьи. А также псевдонаучные телепередачи и ролики в интернете. Вот несколько примеров такой скрытой манипуляции. 3 февраля 2016 года агентство ТАСС опубликовало новости, согласно которой в Испании в возрасте 107 лет скончался долгожитель якобы всю жизнь пивший вместо воды вино. В статье говорится, что некий Антонио Дакампо-Гарсия с каждым приемом пищи выпивал полтора литра вина и полностью отказался от воды. С медицинской точки зрения такие дозы алкоголя несовместимы с жизнью. Кроме того, вино не может заменить собой воду, так как вино, как и любой другой алкоголь, обезвоживает организм. И, конечно, ни на одном испанском сайте нет никакой иной информации про этого «чудо-долгожителя», кроме этого вброса. А вот другая псевдонаучная новость. Исследование ученых из лондонского University College. Согласно его результатам, даже полбутылки вина, выпитой в течение дня, может улучшить работу головного мозга, особенно если вы женщина. Эта информация также не соответствует действительности. Алкоголь – это нейротоксин. Попадая в мозг, он разрушает его нервные клетки, нейроны. Возникают некрозы. Кроме того, алкоголь вызывает дефицит витамина В1, который является строительным материалом для нервной системы. Идет атрофия серого вещества головного мозга. И в сущности вот это серое вещество, которым мы, собственно, и думаем, которым мы воспринимаем окружающий мир, все его краски, оно гибнет. Алкоголь буквально ответственен за гибель огромного количества нервных клеток. То есть идет прорастание тотальной соединительной ткани. Несвойственное, вообще-то, головному мозгу. Это ткань замещающая. Так выглядит здоровый головной мозг. Видна мягкая прозрачная мозговая оболочка, а под ней множество тончайших сосудов, питающих отделы мозга. А вот как выглядит мозг человека, употребляющего алкоголь. Мозг покрыт плотной соединительной тканью, а под ней значительно меньше сосудов. Они погибли под воздействием спиртного. Соответственно, от всех этих процессов страдает память, внимание, скорость ассоциаций, потеря интеллектуального багажа. И человек постепенно-постепенно становится слабоумным. Отдельная категория скрытой рекламы алкоголя это продвижение его через представителей медицины. Человеку в белом халате доверяют больше, чем обычной рекламе. И этим активно пользуются производители спиртного. Дело в том, что красное вино рекомендуют при авитаминозе и анемии, так как в нем содержится большое количество витаминов группы В, железа и аскорбиновой кислоты. Давайте посмотрим, что такое вино. Это обыкновенный прокисший виноградный сок. Например, в соке много витаминов, а в вине их практически нет. Ведь в процессе брожения повышается уровень кислотности, вследствие чего витамины разрушаются. В винограде есть витамины А, С, Е, но в вине их уже нет. Также в винограде есть витамины группы В, а в вине их в десятки раз меньше. А теперь о приятном. В красном вине содержится ресвератрол. Ученые возлагают на него большие надежды в борьбе, самое парадоксальное, с теми же самыми онкологическими заболеваниями. На самом деле польза ресвератрола в вине – это очередная выдумка алкогольных компаний. Опубликованное Диппо Камдасом исследование о его якобы положительном воздействии оказалось фальшивкой. Когда его исследование проверили ученые из Университета Коннектикута, они нашли в нем 145 случаев фальсификации данных, касающихся ресвератрола. На самом деле любое вино, независимо от цены, содержит спирт, поэтому является ядом. Самое большое количество людей, заболевших раком печени – это люди, которые потребляют вина в том числе. Вот Франция, Италия являются теми странами, которые занимают первые места по раку печени. Еще одна из форм манипуляции – заявление про качество алкоголя. На самом деле, какое бы спиртное человек не употреблял, в конечном итоге он потребляет наркотическое вещество – этиловый спирт. А пиво, коньяк или вино – это лишь способы доставки спирта в организм. И как вообще можно говорить о качестве наркотического вещества – алкоголя, когда даже при так называемом «умеренном употреблении» он вызывает наркотическую зависимость? И не абсурдно ли говорить о качестве канцерогена и яда, которым является алкоголь? На своем официальном сайте Всемирная организация здравоохранения заявляет, что алкоголь вызывает по меньшей мере семь видов рака и говорит об отсутствии безвредных доз спиртного. Не существует безопасного уровня потребления алкоголя. Риск развития рака возникает даже при весьма низком уровне потребления. Безопасного уровня потребления алкоголя применительно к раку не существует. И все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино, связаны с раком, независимо от их качества и цены. За рубежом огромное количество работ по поводу того, а есть ли безопасная доза для алкоголя. Так вот, с точки зрения онкологов, безопасной дозы алкоголя нет. В России таких работ нет. Сама постановка вопроса считается абсурдной. Или даже на такие работы смотрят как на пропаганду алкоголя и алкоголизма. Почему абсурдно? Потому что мы понимаем, опять же, анализируя научные работы, большой массив научной работы, не только те работы, которые явно сделаны под влиянием алкогольных лобби, мы понимаем, что алкоголь, будучи наркотиком по природе своей, не может никоим образом приносить пользу. Для здоровья никого. Скажите, а вот проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются, как вы думаете? Нет. Вообще? Нет, да. Нет, меня не касаются. Думаю, что нет. Проблемы, связанные с алкоголем, вас касаются? Меня нет. Думаю, нет. Нет, вообще ни в каком. Вообще. А как вы думаете, проблемы с алкоголем вас касаются? Нет, сто процентов нет. Итак, большинство людей считает, что проблемы, связанные с алкоголем, их не касаются. На самом деле проблема распространения легализованного наркотика алкоголя касается каждого Покупая спиртное, человек обычно не задумывается, на что пойдут деньги, которые он отдал за алкоголь На эти средства алкогольные корпорации оплачивают скрытую рекламу, втягивая в употребление все больше и больше людей А так как алкоголь – это наркотическое вещество и, соответственно, вызывает изменение сознания То под его воздействием, во-первых, совершаются преступления Например, 63% ДТП со смертельным исходом происходит по вине пьяных водителей 60% изнасилований совершается под влиянием алкоголя 74% убийств происходят в состоянии алкогольного опьянения Во-вторых, под воздействием алкоголя происходят пожары, аварии на производстве, утопления Случайные смерти Алкоголь в крови обнаруживается у 58% погибших в результате несчастных случаев По статистике ежегодно в одной Москве зимой в один день от замерзания умирает 7-8 человек Это официальная статистика Министерства внутренних дел В-третьих, так как алкоголь приводит к возникновению наркотической зависимости Люди под его воздействием перестают заботиться о своих детях и даже применяют к ним насилие У 80% детей в детских домах есть живые родители Но они лишены родительских прав из-за алкоголя На начало 2020 года число детей в сиротских учреждениях составило 39 700 человек Число детей, переданных в приемные семьи или под опеку, составило 451 тысячу Это численность целого города, такого как Сочи Отдавая свои деньги алкогольным корпорациям Пьющий становится соучастником тысяч и тысяч трагедий Вызванных распространением алкоголя в обществе В том самом обществе, в котором он сам же и живет Некоторые говорят, это мой организм, хочу и разрушаю его Это мое личное дело Но задумывается ли человек о том, что он может разрушить не только свою судьбу Но и судьбу своего будущего ребенка Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки И если в течение жизни они повреждаются То уже никогда не восстанавливаются и не обновляются Даже малые дозы алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом Здоровая или поврежденная спиртом Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей Употребление алкоголя ключевая причина в рождении больных детей Как только ты начал вводить в свой организм ядовитый этанол Ты сразу меняешь свои гены Ты их разрушаешь Ты их видоизменяешь В твоем организме идет химический мутагенез И ты красивый блондин с голубыми глазами Ты можешь родить, извини меня, уродца ребенка С больным мозгом, с больным сердцем, с больной печенью С серыми глазами, оловянными На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую Спиртное является мутагеном И даже небольшие его дозы могут вызвать генетические повреждения мужских половых клеток Заметим, что новые мужские половые клетки появляются путем деления При котором образуются генетически одинаковые клетки Алкоголь разрушает их ДНК В результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды Несут в себе уже поврежденные гены Это приводит к мужскому бесплодию Или появлению детей с умственными и физическими отклонениями Как алкоголь повлиял на мою жизнь? Алкоголь совершил для меня два очень таких больных удара Первый из них – это смерть моей мамы от алкоголя Она умерла в возрасте 26 лет от цирроза печени И второй удар, который остался со мной точно так же на всю мою оставшуюся жизнь Это то, что я родился с особенностью развития С детским перебральным параличом Всему виной употребление алкоголя моей мамой Мало того, что я приобрел инвалидность Я пережил две операции, без которых я не смог бы ходить И прежде чем пробовать алкоголь, решите для себя Хотите ли вы, готовы ли вы рисковать здоровьем своих будущих детей Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок родился с особенностями развития И потом в будущем он явно спасибо не скажет вам за то, что вы погубили его будущую жизнь В 1992 году в Верховный Совет России поступило обращение Подписанное 1 700 врачей страны Мы, врачи, профессора и академики медицины Обращаемся к вам с просьбой обсудить и вынести решение Об официальном признании наркотиками, алкоголя и табака Получивших массовое распространение в нашей стране Причинивших и причиняющих огромный вред человеку и обществу Ставящих под угрозу само существование нашего Отечества Как культурного государства Часто можно услышать Разве возможно совсем убрать алкоголь? Ну, что мы можем поделать? Такая ситуация Продавцы алкоголя твердят Это естественно, так принято, это же традиция Но давайте представим такую ситуацию Двор жилого дома Во дворе дети и подростки И сверху падают камни Нам говорят Ну, что можно сделать? Ну, летят сверху камни Ничего не поделаешь Всегда летели, летят И лететь будут Давайте занимать детей Пусть сидят под крышами Давайте проводить для них занятия Чтобы научить их уворачиваться от камней Ничего не поделаешь Давайте лечить тех, в кого попали камни Открывать для них центры реабилитации Что поделаешь Просто летят камни с неба Но ведь эти камни кто-то бросает Они же не падают сами Кто-то покупает блогеров, журналистов и лжеученых Говорящих о безвредности алкоголя Покупает чиновников-лоббистов Блокирующих принятие любых ограничительных мер Чтобы эти камни и дальше продолжали падать Но на какие деньги они это делают? Откуда они берут средства? Мы сами оплачиваем это Приобретая алкоголь Мы сами отдаем деньги на разрушение нашего общества На уничтожение тысяч и тысяч человеческих судеб А менять свой образ жизни Может быть и не очень хороший Не очень-то хочется Вот так привык Человек привык жить в неком сортире Ну ему кажется, что он не сортир Он принюхался Ему там хорошо И скажем, приходит человек и говорит Слушай, что ты в сортире живешь? Смотри, там воздух Там солнце Давай туда И вот здесь не факт Что человек захочет вот туда перейти Потому что там-то нужно Вот к этой новой, другой жизни Это как-то приспосабливаться Как-то менять К тому Менять то, к чему привык Поэтому человек начинает защищать Сопротивляться изменениям Даже если они в лучшую сторону Даже если они правильно Как и сотни лет назад Алкоголь сегодня распространяют с целью наживы И весь алкогольный бизнес Держится на манипуляциях и лжи Мы видим, как выполняя чужие желания и установки Кто-то теряет свое здоровье Семью, карьеру И даже жизнь И может, стоит задать себе вопрос Зачем мне в этом участвовать? Лично мы абсолютно не употребляем алкоголь В том числе и по праздникам И трезвый образ жизни Считаем естественной нормой для человека Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok